Друзья, всем привет! Как меня кинули на сотни тысяч рублей? Почему я назвал так это видео? Друзья, на самом деле все очень просто. Людей на самом деле кидают на сотни тысяч рублей при покупке автомобиля на аукционах. Сейчас есть множество способов, как вас обмануть. Появилось очень много мошенников, всяких разных схем обмана. Сегодня давайте поговорим, что делать, какую информацию вы должны получить, чтобы вас не обманули. Но прежде чем мы с вами начнем, я попрошу вас подписаться на канал и дополнительные наши соцсети, которые закреплены в закрепленном комментарии под этим видео. Конечно же, и мой телефон находится под любым видео. И для заказа автомобиля мой телефон находится либо вот здесь, либо вот здесь. Итак, с чего же все начинается? Как мы с вами, я говорю за нас, как начинается работа? Вы переводите предоплату в размере 50 тысяч рублей, чтобы я был уверен, что вы действительно настроены покупать автомобиль. Эти 50 тысяч, этот депозит, он возвратный, если вы передумаете покупать. То есть, это первый шаг, это первый платеж. Ну и, собственно, начинается работа. И, конечно же, заключается с вами договор. Как мы с вами работаем? Постараюсь на следующей неделе сделать видео, покажу, как работаем именно на аукционах, какую информацию вам даем. В общем, давайте с вами представим, что настал тот день, настал тот час, когда мы приобрели вам автомобиль, автомобиль вашей мечты. Пускай это будет сказано так. Делается invoice на ваше имя. Тут очень важно, чтобы invoice оплачивали именно вы. Либо по доверенности, это тоже отдельная тема для разговора. Кому интересно, в WhatsApp пишите, я вас проконсультирую. Invoice должен быть сделан на вас. Что же такое invoice? Что же это за слово? Это стоимость автомобиля в Японии, это расходы по Японии. И с недавнего времени в invoice включен склад, СВХ и СБКТС. На этом ваша экономия составит 20 тысяч рублей. Вот на этапе invoice как раз-таки вас хорошо могут нагреть, вас могут обмануть на расходах по Японии. Средние расходы по Японии составляют 120 тысяч йен. Это расходы по Японии и доставка автомобиля до Владивостока. Сейчас я вам покажу пример информации с личного кабинета. Но некоторые компании вообще не стесняясь, умудряются приплюсовывать и 100, и 200, и 300 тысяч йен. 300 тысяч йен разделите на 66, сколько это в рублях? Как это избежать посмотреть информацию с личного кабинета? Очень важно, ребят, мы с вами делимся этой информацией. Вот как раз-таки сейчас на экране картинка с личного кабинета, где вы видите сумму, где вы видите фракт. И к основной сумме уже приплюсованы расходы по Японии. В этом случае они составили 75 тысяч. 75 тысяч это много. Почему много? Потому что это был дальний аукцион, USS Sapporo. И поэтому такие расходы. В общем, стоимость автомобиля составила 706 тысяч йен. Прибавляем 75, прибавляем 60, получаем 841 тысячу йен. Вот такое вы должны, примерно вот такое вы должны получить. Далее, стоимость автомобиля вы можете посмотреть, зайти в любую статистику. Расходы по Японии вы не узнаете никак. Так, еще раз повторюсь, это был дальний аукцион, поэтому расходы составили 75 тысяч йен. В основном это 60 тысяч йен расходы по Японии и 60 тысяч фракт. Далее, машина приходит во Владивосток. Что же дальше? А дальше пошлина. Пошлина, которая выставляется в таможне. И вы идете и ее сами оплачиваете. И, конечно же, брокер. Тут тоже могут обмануть. Мы ничего не скрывая. Мы показываем вам все платежки. Также видите сейчас на экране. Мы не скрываем название брокера, с кем мы работаем. Мы ничего от вас не скрываем. Ну и, собственно, вы делаете последний платеж. То есть оплатили пошлину, оплатили услуги брокера. Кто еще не подписался на канал, не забудьте сейчас подписаться, поставить колокольчик. Следующий момент. При начале работы никогда не переводите в качестве депозита деньги в Японию. Никогда. Вы их оттуда никогда не заберете. Деньги в Японию только после покупки автомобиля. Предоплату либо оплату услуг переводите только на расчетный счет компании. С кем вы работаете. За invoice не переводите деньги компании. Платите invoice сами. Только сами платите. Ориентируйтесь, прикидывайте расходы по Японии. И только после этого идете и платите invoice. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что у всех платформ такие низкие расходы, как у нас. Да, у кого-то есть больше. Это честные расходы. А у нас они действительно низкие. И по сравнению с конкурентами мы в среднем экономим 40 тысяч рублей. Мы эти 40 тысяч рублей можем приделать в ставку. То есть купить вам, просто прибавить к ставке, перечитать вену и купить вам автомобиль более лучше. Вот так. В общем, как вы догадались, при покупке авто нюансов очень много. И нужно быть, ребят, нужно быть осторожным. При ставке на авто всегда требуйте расчет и конечную стоимость автомобиля во Владивостоке. А может ли конечная стоимость автомобиля поменяться? Она фиксирована или нет? Нет, она не фиксирована. И да, она может поменяться. Давайте с вами представим, что в день покупки автомобиля евро было 97 рублей. А когда машина пришла во Владивостоке, евро стоило 98 рублей. Соответственно, пошлина будет больше, нежели при расчете в день покупки автомобиля. Ребят, я вам сейчас дал информацию, как работаем лично мы. То есть на другие компании ориентироваться не нужно. Я не говорю, что у всех компаний такие низкие расходы. 120-130 тысяч иен до Владивостока вместе с фрактом. Есть такие компании, у кого расходы по Японии 120 тысяч иен и отдельно оплачиваются фракт. Есть. И они работают честно. Но есть, конечно же, кто дурит. И дурят хорошо. Есть огромные компании, у кого там офисы, бухгалтера, менеджера, у них реклама, у них целые маркетинговые отделы. Да, и многие просто клюют на низкую комиссию 30 тысяч рублей. Поверьте, у большой компании, у кого там куча всяких отделов, комиссия не может составлять 30 тысяч рублей. Они просто физически не подтянут. Поэтому, у кого и каким образом заказывать автомобиль, решать, конечно же, вам. Мы всегда открыты для общения. Пишите, задавайте свои вопросы в WhatsApp. Если я вдруг кому-то не ответил, не стесняйтесь, пишите еще раз. Работы есть, работы много. Я мог просто пропустить. Что касается нас, я еще раз повторюсь, мы работаем честно, открыто и прозрачно. У нас реально самые низкие расходы по Японии, вообще по России, по всему. Мы поделимся с вами абсолютно всей информацией. И мы берем в работу такое количество автомобилей, сколько мы сможем потянуть, чтобы работа выполнялась у нас качественно. Еще раз попрошу подписаться на канал, кто еще не подписан. В ближайшее время выйдет видео «Побываем на зеленке». Так, просто заскочим, посмотрим, какие там цены. Что касается, ребята, у Телесбора, напоминаю, если вы машины везете под себя в личное пользование, никакие миллионы вам платить не нужно. У Телесбор составляет, в зависимости от года выпуска автомобиля, 3200-5200 рублей. Год на машине отъездили, продали машину, все, никакой у Телесбор вам не прилетел. Год не отъездили, у Телесбор прилетит. Вот, что еще добавить? Будьте осторожны. Всем спасибо, досмотрел до конца. Всем хорошего настроения, покупайте автомобили правильно и по честной цене. Всем спасибо, ребята.